Добрый день. Начинаем нашу ежедневную программу и начинаем ее с новостного блока, с блока видео информации об Израиле. Здравствуйте. И первый сюжет, который я хочу вам представить, будет посвящен статистике. Журнал «Экономист» опубликовал рейтинг демократии за 2012 год. В этом списке Израиль получил 37 место, оказавшись в группе из 54 несовершенных демократий. Правда, в таких странах живут 37% населения Земли. Почему же Израиль только 37? Экономист считает, что он не может предъявить высокий уровень политических и гражданских свобод, эффективное правительство и зрелую политическую культуру. По соблюдению гражданских прав и свобод Израиль находится ниже Уганды и Венесуэлы, на одном уровне с Танзанией. Зато там, где оценивали выборы и политическую активность, Израиль получил более 8 баллов по 10-бальной шкале. Вместе с тем, за последние шесть лет Израиль продвинулся вперед, в отличие от многих стран мира, включая Соединенные Штаты и Западную Европу, где «Экономист» наблюдает ослабление демократии. Каждый год в Израиле отмечают День борцов с нацизмом и День павших в Шоа, в Холокосте. Министр юстиции Цепеливни объявила, что она будет продвигать закон, который обеспечит юридическую помощь лицам, пережившим Холокост, а именно тем людям, которые пытаются вернуть свое имущество или получить льготы, на которые у них есть право, но по каким-то причинам они их не оформили. Также несколько дней назад премьер-министр Беньямин Итаньягу сказал, «У нас есть серьезнейшие обязательства перед пожилыми людьми вообще и перед пережившими Холокост в частности. Мы обязаны, прежде всего, обеспечить их благополучие, их безопасность и их благосостояние». Прошло очередное заседание клуба сионистских ветеранов Ильи, сокращенно КСИВА. Его открыл Давид Моаян. «Все, вы, вероятно, слышали о том, что недавно с большой помпой в Москве открылся большой, весьма солидный, по замыслу, по крайней мере, музей еврейской культуры, истории, толерантности. Слышали-то, слышали, но я опасаюсь, что видел этот музей только Миша». Затем выступил доктор Михаил Бейзер, автор монографий по истории евреев Российской империи и Советского Союза. «Приходишь в музей, большой музей, который называется Еврейский музей и центр толерантности. В музее расположен, это так называемый Бахметевский гараж. Это место, это большой гараж, огромная территория, которая находится в Марьиной роще, рядом буквально с общинным центром Хабада. Значит, это огромное помещение, и музей расположен, вот, наверное, все-таки хоть что-нибудь, я дам вам показать, а я нарисую. Значит, он выглядит вот таким вот образом. Ну да, я думал, что это пишет. Пишет, там еще есть мастер, возьми, 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 попробуй, может, я сумею. Это издевательство. О! Значит, это выглядит вот такая структура. Вот вы входите отсюда где-то, вот, и здесь, значит, два ряда экспозиции, и здесь два ряда экспозиции, а здесь самая большая экспозиция, самая большая, это Отечественная война. Вот здесь вся, вот эта, весь эта, вся эта стенка. Отечественная. Здесь до Отечественной войны, здесь после Отечественной войны. Вот, значит, и еще, кроме того, там сделано вот так, тут вот есть кусочек, примерно такая площадка, на которой вот есть этнографическая часть, где объясняют для людей, поскольку понимают, что не евреи будут ходить, и в большой степени, объясняют, что такое иудаизм, с чем это едят, что такое местечко, как это выглядит, как читают Тору и так далее. Вот это этнографическая часть, вот это. А потом еще есть вот здесь маленький павильон, который списан с Яд-Вашена. Это, как, знаете, павильон погибших еврейских детей. Вот здесь вот есть такой круглый зал, и это зал для детей, в общем-то. Значит, главная экспозиция вот так идет, вот так. А здесь есть залы, в которых более подробно фильмы показывают, разные, разные, ну, ситуации, так сказать. Или в центре, допустим, здесь, поскольку это местечко, то там бочка большая, вы двигаете бочку, и вдруг появляется вместо там листьев каких-то сверху селедки такие. Потому что вы должны быть селедки местечко, да? Значит, или, допустим, вам показывают этот самый, вам показывают, как читают Тору в отца этой евреи, значит, вот так два свитка, и вот этот Тор, вы можете вот так вот рукой прогонять, и она будет крутиться, этот, ну, изображение Тора, конечно, свитка, понимаете, не сам свитоконтекст, заснятый на компьютере, вы можете крутиться, и тут же вам дадут перевод, и объясняют, как читают Тору, все это очень здорово. В Русалимской русской городской библиотеке очередной раз гостил литературный театр «Звучащая книга». Нелли Цирульникова представляла композицию «И смех, и слезы, и Израиль» по произведениям Нины Лакшиной и Дины Рубиной. Перед слушателями предстал калейдоскоп лиц, ситуаций, городов и нравов. Ерцелим, и вот толпа, бесконечные лица, бесконечное движение этого города, промельк жестов, вспыливающая улыбка, нагремаса, плача, мгновенные, порой безумные сценки на любой улице или площади. Я не раз замечала, «Иерусалимская толпа» — это отдельный карнавальный аттракцион для туристов. Я видела, как застывают иноземные гости, попав в самую сердцевину пестрой «Иерусалимской» толпы на каком-нибудь углу. Утро в заранее объявленное время гудит сирена. Страшный похоронный вой разносится по всей стране, проникает по всю. На эти несколько минут существуют неписанные правила поведения. Люди останавливаются там, где их застегла сирена. У отеля «Царь Давид» продают картины. Там еврей с козой стоит посреди витрины. У еврея глаза мудро-мудрее. И похоже коза чем-то на еврея. Кто-то рвется из дверей, кто-то в двери рвется. Усмехается еврей, и коза смеется. Кто-то жмет на тормозах, кто на газ сильнее. Ухмыляется коза, и еврей за нею. Так стоят они давно, так глядят ехидно, будто видеть им дано то, что нам не видно. В Духстага дырает. Да, вот и запады. Если... Субтитры создавал DimaTorzok